С сегодняшнего дня травмпункт БСМП на замке. Здесь готовятся к открытию кардиоцентра. Нагрузку по оказанию помощи разделили областная, первая, четвертая и девятая больницы. Скорые сюда приезжают одна за другой. В основном привозят тех, кто подскользнулся. С восьми часов утра 11 человек уже обслужили в травмпункте и три человека сейчас находятся на снимках. Сергей Степанович утром вышел за кефиром. Говорит, шел очень аккуратно по газону. Но до рынка так и не дошел. Вместо этого приехал на скорой в больницу. Я так потихонечку вставал. И все равно упал, но упал я наперед. Еще пытался я. И руку, видно, подвихнул. У меня такое состояние было. Аж терял от боли, терял сознание. Сергея Степановича перевезли на рентген. Сегодня здесь не протолкнуться. Очень было много людей. За 4 часа у меня было больше 20, где-то около 25 человек. Травмы, переломы в основном, вывихи, тазобедренные суставы, локтевые суставы, плечевые суставы, голеностопные, коленки, поясницы. Все, что есть. Падают мариупольцы сегодня крайне неудачно, говорит рентгенолог. У многих переломы, причем сложные. У Сергея Степановича, к примеру, и вывих, и перелом плечевого сустава одновременно. Учитывая, что ему 82 года, лечиться придется долго. Горожане сетуют. Утром пешеходные дорожки были больше похожи на катки. Ползик ползком. И возле остановки нигде же не посыпано. Ни песочком, нигде ничего. Ну, возле больницы, вот я и шла до больницы, тут посыпано. А так нигде не посыпано. Ты же встал уже как на коньках. В общей сложности в втором пункте Мариуполя обратилось около полусотни человек. Яна Миронченко, Виталий Шосток, информационная программа «Зеркало». Родственники есть с вами? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова